Предотвратить пожар проще, чем его потушить. Таким правилом руководствуются в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Объяснить, предостеречь, научить. Словом, приложить все усилия, чтобы ВИЧ-инфекция не распространялась в обществе. Сегодня именно профилактическое направление работы у специалистов на первом месте. Основная сейчас масса инфицированных людей – это возрастная группа 25-40 лет. Это самое трудоспособное население вообще в России, в Ивановской области. На них мы должны акцентировать. Но не секрет, что сейчас ВИЧ-инфекция вышла и в более старшие возрастные группы. То есть нередкость, когда к нам обращаются люди и после 40 лет, и в 50, и в 60 лет, и позднее. Поэтому, конечно, надо работать во всех направлениях. Болезнь, у которой нет возраста. Специалисты центра особое внимание уделяют подросткам. До попадания в группу риска у них примерно 10 лет или даже меньше. Со школами о проведении классных часов медики договариваются через департамент образования. Беседуют со студентами. Проблема распространения ВИЧ зачастую связана с внутривенным употреблением наркотиков. Игла – злейший враг в борьбе человечества со СПИДом. Профилактическую работу мы еще должны проводить и в реабилитационных центрах. Это реабилитационные центры различного подчинения государственного, негосударственного, с православным каким-то направлением. Наша задача – там встречаться с наркозависимыми людьми, объяснять всю опасность употребления наркотиков. И что это не только ущерб их здоровью в отношении употребления наркотиков, но это, безусловно, инфицирование вирусными заболеваниями. Это ВИЧ-инфекция, гепатит, Б и С. Наши социально значимые заболевания очень тесно связаны с туберкулезом. Тоже социально значимые заболевания, очень важные. Тоже на него всегда акцентируют очень большое внимание, потому что это здоровье нации. И они, эти две социально значимые болезни, просто стали дружить. Врач-гинеколог СПИД-центра Наталья Баженова каждый день борется за то, чтобы ВИЧ-инфекция осталась в этом поколении и не переходила следующим. Ее работа – профилактика передачи инфекции от матери к ребенку. Все беременные, которые приходят в женскую консультацию и вставят на учет о беременности, они обследуются дважды, а в идеале трижды на ВИЧ-инфекцию. И должны обследоваться также их половые партнеры для того, чтобы уменьшить риск инфицирования ВИЧ уже во время беременности женщины. К сожалению, это повышает риск заражения ребенка. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов у женщины родить здорового ребенка. При грамотном лечении риск появления малыша с положительным ВИЧ-статусом – 1-2%. К профилактике, как правило, приступают с 14 недели беременности. Если же будущая мама игнорирует рекомендации врачей, то вероятность передачи заболевания ребенку возрастает до 40%. Это самая наша, пожалуй, большая проблема, когда к нам не приходят беременные. Или они приходят в женскую консультацию, но до нас не доходят. Также плохо, когда приверженность низкая. Пропуски в приеме препаратов. И мы, к сожалению, не всегда можем снизить вирусную нагрузку, только потому, что мамы будущие недисциплинированы и этого сами не хотят. Вот это вот наша проблема и этот контингент социально неадаптированных женщин. С ним мы работаем, подключаем службы соцзащиты, активно работаем вместе с женскими консультациями по розыску этих женщин. Работа с ними, убеждение, привлечение к лечебным профилактическим мероприятиям. Нередко в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом обращаются дискордантные пары, где один из супругов имеет ВИЧ-инфекцию, а другой здоров. Мы готовим такие пары к беременности, когда они приходят к нам и просят совет, интересуются, как им лучше, какой им период забеременеть, чтобы это не грозило заражением ВИЧ-инфекции половому партнеру. То есть с каждой парой работы индивидуально, в зависимости от того, кто инфицирован, мужчина или женщина, и там идут разные мероприятия. Вот такая разная профилактика. 1 декабря во всем мире отмечают день борьбы со СПИДом. Есть у даты и специальный символ – красная ленточка. Во многих городах, в том числе и в Иванове, в этот день проводят просветительские акции. Никогда не проходите мимо них. Возьмите буклетик, прочитайте его сами, поделитесь информацией с друзьями и коллегами. Кто знает, может, именно вы станете тем самым спасателем, который предотвратит пожар до его возникновения. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.